Как нам понимать, что произошло на выборах и как это повлияет на нас, иммигрантов, в США? Расскажите про вас до конца и подпишитесь, и оставьте ваши комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. Мы, собственно говоря, собрались здесь не для того, чтобы обсуждать, кто лучший республиканцы или демократы. Я хочу вам просто объяснить, как это скажется, вот эти выборы, да, на наших ежедневных жизнях, как иммигранты. Спойлер, скорее всего, никак. Однако, у мигрантов и демократов абсолютно разная политическая программа, да, то, что касается иммиграции и других экономических вещей, которые тоже касаются нас, иммигрантов. Собственно говоря, республиканцы более-менее риторика заключается в том, что нужно иммиграцию как-то ограничить, да, как бы вот разными способами, ну, то есть главный такой посыл, что нужно иммиграцию ограничить. Главный посыл демократов, наоборот, что права иммигрантов нужно расширить. И в первую очередь они пытаются расширить права тех иммигрантов, которые не задокументированы или не легалы, да, по-простому. Как это отразится на том, получим мы грин-карты или не получим, получим мы рабочий виза или нет, что будет с рабочими разрешениями, может быть, прекратят программы U4U, может быть, прекратят давать вообще разрешение на работу, может, нам всем пора собираться уезжать из США, да. Ну, хочу сразу, как бы, успокоить, да, то есть ничего сильно страшного не произойдет. Как бы не закончились, да, вот не посчитали эти голоса и так далее, скорее всего, ничего сильно кардинально не поменяет в Демграду. Почему? Иммиграционные, вообще, как бы, законы, они пишутся законно-творческим органом, то есть Конгрессом, да, а вообще иммиграционные законы очень-очень давно не менялись. В общем, в целом, давно будет пора уже, конечно же, реформировать всю эту систему. Однако вряд ли будет политическая воля и у республиканцев, и у демократов это сделать. Более того, из того, что мы видим, да, состав Конгресса, не будет и большинства такого, да, чтобы это сделать, поэтому, скорее всего, ничего не изменится. Однако, на уровне регуляции, да, то есть, вот, например, каким образом с вами общается офицер, когда вы прилетаете в аэропорт, или каким образом кого-то пропускают на границе, на земле Мексики и США, вот именно регуляция такая, знаете, тонкая материя, когда какие-то инструкции спускают пограничные службы, например, да, вот это очень политическая тема, окей? То есть, вот на уровне этих регуляций действительно кто возглавляет, да, как бы, разные ведомства, кто в команде президента, да, как бы, и какие там, как бы, настроения Конгресса существуют, оно действительно влияет вот на эту работу этих самых, как бы, да, непосредственных исполнителей пограничных, не на уровне закона, а на уровне, знаете, такого посыла. Вот у нас сейчас мы не хотим сильно принимать иммигрантов, как бы, или мы, наоборот, хотим сильно принимать иммигрантов, да. Но вот на точке меня этих настроений, я думаю, что ничего особо не поменяется, как бы, такое, там, раскол пассивной главы в Конгрессе, да, я думаю, что все так и останется. Что касается социальной помощи в разных штатах, опять-таки, смотрите, из штатов в штат, но в очень многих штатах, даже республиканских, я, например, сейчас нахожусь в Шарлоте Северной Каролине, а здесь у нас, да, как бы, республиканские, да, как бы, вот, кандидатов избрали сейчас. Все равно есть социальная помощь для иммигрантов, да, опять-таки, традиционные либеральные демократические штаты, Калифорния, Нью-Йорк, которые такими остались, ну, что там не меняется, да, там, действительно, много разных программ помощи иммигрантам, в том числе, самое, видимо, актуальное для наших людей, это бесплатная медицинская страховка, которая все еще есть в Нью-Йорке и Калифорнии, и в других штатах, как бы, она бывает, иногда не бывает, там очень зависит все от, даже, какого-то округа иногда бывает, но ситуация, видимо, вряд ли, опять-таки, от выборов поменяется, да. Посыл общий, как бы, есть, остается, США всегда рада видеть квалифицированную рабочую силу, людей с высшим образованием, которые могут привнести какие-то хорошие, полезные вещи для государства, окей? И даже россияне, да, то есть, как бы, всегда, все время подчеркивает администрация президента, демократического президента, демократа, все равно они говорят, что мы готовы видеть даже россиян, которые, казалось бы, вроде бы, может быть, враги, некоторые думают, но нет, они всегда не враги, а утечка мозгов, которая, наоборот, может ослабить режим Путина. То есть, здесь политика очень, я бы так сказала, американская в отношении иммигрантов, да, она во многом, есть очень много запоэтизионных вещей, например, ситуация на границе с Мексикой, да, люди боятся, очень многие, что огромная толпа иммигрантов явятся на границу, они сразу, они приступят, так сказать, к границу США с Мексикой, и сразу всем дадут грин-карты, помощь, деньги, бесплатные страховки, бесплатное жилье. Так, многие, обычно, американцы думают, им помогают, да, республиканцы, их ритория на рекламу так продолжать думать. Однако, ну, в реальность мы все знаем, что это не так, да, мы сами иммигранты, но, в общем и целом, вот это все вряд ли тоже поменяется, да, то есть мы можем выдохнуть, жить спокойно, однако, если у вас есть какие-то планы, да, подать на грин-карту, на визу, или приехать в США, и так далее, просто не затягивайте, потому что, ну, не за горами новые президентские выборы, скажем так, да, и вот уже накануне их могут быть какие-то изменения, поэтому, пожалуйста, соберитесь, да, как бы, вот пока у нас статус-кво остается, делайте то, что вам нужно владеть, какой иммигрант. Последний фан-факт. Вы знаете, что иммигранты, пока они получили гражданство США, не могут голосовать, однако есть исключение. В некоторых отдельных городах иммигранты могут голосовать на местных выборах, например, в Сан-Франциско, иммигранты могут голосовать за school board, то есть там кандидата в району, окей, если у них есть дети, которые учатся в школе, даже если эти люди не имеют гражданства. Вот, ну, а в других случаях, раз, иногда не голосуйте за президентов, за конгрессменов, если вы не имеете американского гражданства, даже из грин-карты, голосовать нельзя, окей, это нарушение закона, это очень серьезно, не голосуйте, хотя, может быть, вам будут предлагать, как бы, да, люди, которые, может, не знают. С вами была я, Катя Фанома, старательница Рубика, пожалуйста, подписывайтесь и оставляйте комментарии. Все, спасибо большое, всем пока!